Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят? О чём говорят?». Сегодня по всей стране и конечно в Самаре говорят о парадах памяти, вспоминают и говорят о том суровом военном и послевоенном времени. Вспоминать и говорить будем и мы, но сделаем небольшой шаг в сторону от легендарного парада ноября 41-го и парада памяти. В этом году почётными гостями на парадах, я говорю и о Москве и о Самаре, были выпускники суворовских училищ. Вот об этих вчерашних мальчишках военной форме и будем сегодня вспоминать. И мои собеседники – суворовцы, сослуживцы, коллеги. Это сегодня они известные в стране люди, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии образования Владимир Бездухов и политик и учёный, доктор филологических наук, профессор Игорь Вершинин. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Хотя и старался несколько абстрагироваться от парада, и тем не менее, вот этот нынешний. Волнует кровь? Очень волнует. Потому что вспоминаешь, как сам и все мы, суворовцы, готовились к этому параду. Вставали очень рано, ни свет, ни заря. В течение месяца... Ну, вставали, нас поднимали. Поднимали. Точнее поднимали нас, да. И мы очень долго... Иногда нам казалось, что это мучительно, долго тренировались. Сколько вам было мальчишкам-то, когда первый раз ножку тянуть пришлось на репетиции? Начинается с 11 лет, фактически. Ну, по-моему, это с 7 класса, да. Ну, где-то, может быть, 13 лет, вот так, да. Вот, конечно, да, незабывающие воспоминания, связанные с парадом. Я сегодня, и дети у меня удивляются. Я все команды, ну, я уверен, и Владимир Петрович, вот все команды, там, первая рота прямо, там, и так далее, на дистанции одного линейного. То есть вся вот эта процедура... Ну, в этот раз не хотелось тоже выйти из коробки, ножку потянуть. Все это помнится. Вообще-то очень хотелось. Очень хотелось, да. Потому что сразу бы вспомнилось детство. Вот так вот. Потому что у нас ассоциация с парадом, у меня лично, это ассоциация с моим детством, которое прошло в Суворовском училище. Ну, и, конечно, особое состояние, вот, когда идешь в этой коробке, и вот это раз, и два, и когда к трибуне подходим, вот, до определенного линейного... Да, голову тянешь, душа поет. А потом, действительно, ну, где-то больше месяцев, включая ночные... Нас ведь не щадил никто. И ночные репетиции мы приходили на площадь, а потом у нас были занятия общеобразовательные, французские, география, алгебра. То есть не так все это просто было. Сегодня вам на смену пришли нынешние суворовцы. Суворовцы, нахимовцы по всей стране, в Москве, в Самаре. Долго, кстати, их не привлекали к параду. Я обратил внимание, вот в Москве, во всяком случае, только на 9 мая, после очень долгого перерыва, суворовцы начали принимать участие. Вот сегодня в парадах тоже стали принимать участие. Традиции соблюдены. Вот. Хорошо, давайте вот посмотрим небольшую картинку. Нам режиссеры, я надеюсь, покажут с парада, чтобы мы красивее, так сказать, это все звучало. На площадке торжественным шагом выходит знаменная группа. «Музыка» «Музыка» Еще раз поностальгировали. Давайте все-таки будем вспоминать. Суворовские училища на манер дореволюционных кадетских корпусов были созданы в 1943 году. Как раз разгромили немцев на Курской дуге. И в ряде городов, в том числе и в Кубишеве. Хотя в Кубишеве, по-моему, в последнюю очередь. Не совсем последние. В Казани аналогичным образом в это же время, в этом же месяце. Чуть-чуть попозже, в 1944 году. В октябре 1944 они были созданы. У нас ведь тоже годовщина. От октября 1944, так же, как и в Казани. Так же, как и в Казани. Все мальчишки мечтали попасть. Я по своему детству помню. Хотя в Кубишеве к этому времени уже не было Суворовского училища. Но, тем не менее, для пацанов Советского Союза Суворовец это всегда было что-то. Вы сами как попали? Все равно. Если честно, я не могу сказать, как. Особо не помню. Я только помню, мама меня спросила. «Сынок, а ты хочешь в Суворовское училище?» Я такой зеленый ее посмотрел. Он говорит, конечно, хочу. Это я как раз очень хорошо помню. У меня это был такой очень осознанный выбор. Значит, две книги я прочитал. Ну, я прочитал их больше. Но вот две повлияли на мой выбор. Это вот авторов, к стыду не помню. Надо в интернет забраться. Это «Счастливый день Суворовца Кридичного» такая книжка была. И «Алые погоны». Я как раз хотел вспомнить «Алые погоны». Я прочитал эти книги. Потом папа у меня военный. Мы жили в военном городке. И два Суворовца было. Сергей Сергеевич Макаров приезжал на каникулы. Он, слава богу, жив-здоров здесь, в Самаре. Он постарше меня. И, по-моему, Володя Ананев, если я не ошибаюсь, тоже постарше. И вот я видел, когда они в форме, военный городок, сердце мое замирало. Но вот эти книги. И вопреки воле родителей, кстати, мне родители не хотели и надеялись до последнего, что я не пройду. Конкурс был больше 20 человек. Сдавали вступительный экзамен, конкурс был. Очень жесткий медицинский контроль. Побольше, чем в нынешнем институте. Больше, чем ГИМО, я думаю. Человек 20 на место было. Побольше даже. 25, да. А помнишь, как нас запугивал командир? Вот я как сейчас помню, Анатолий Степанович Приходько завел и говорит, вот что вас ждет. И там кто-то из кадетов, из полдрайт. Вот у него все коленки, значит, он скребком там, значит. То есть нас вот как бы... Может, кто дрогнет или чего-то. Чтобы показать все негативы сначала. Да, да, да. Но через эти негативы мы потом прошли. Мы прошли, да. Естественно, прошли. Коленки не отмывались вот от... Помнишь, от... Нет, нет, нет. Каждую плиточку. Это вот сейчас мы, кстати, в Думе эту тему поднимем. Вы так замечательно вспоминаете. Я просто телезрителям скажу, что вы ведь в одной роте служили. В одной роте служили, да. Сейчас вот мы обсуждаем, кстати, в Думе, что вот детей нельзя привлекать к труду и так далее. В школе не дают, там права ребенка нарушаются, там, чтобы они что-то убрали, там скопали. А мы как дрогнет... Это труд воспитывает. Там командир, ты помнишь, с белым платочком проходил за стен. И проверял. Провел, если там пыль, на белом платке за стен. Старшина Крапива у нас этим занимался. Рот и старшина, да, Царство Небесное. И, кстати, о старшине, вы знаете, трогательная история. В одну из годовщин мы около дома офицеров собирались, да? И вот старшина Колесников, может быть, и помню. Помню. И вот мы встретились, я в ребят говорю, и никто не знает, как его зовут. Все старшина, старшина. А он подходил, и каждого нас по имени. И вот я потом, то ли я его переспросил, то ли у кого-то, Константин Андреевич. Вот я на всю жизнь. Потому что мы, ну, старшина, старшина. А он нас... А вы для него были воспитанниками. А мы для него были воспитанниками. Он замком взвода, ну, зам офицера воспитает, наконец-то. Ну, и Крапива, конечно... Ну, это старшина Роу. Это старшина Роу, которому мы мундиры сдавали. И вот я вспомнил, не знаю, ты грешил или нет. Кто нас научил? Вот подворотнички, чтобы сдать, надо было извольнение чистым. Иногда либо лень, либо не успевали. Мелым. Ага. Это точно было такое. Но кто научил, не помню. Старший, наверное, кто же еще? Мелым воротничок. На трех, или сдаешь, потому что нас смотрят воротничок. Чистый, чистый. Чистый, да. Мундир сдаешь. Ну, потом, конечно, перешиваешь там все. Ну, я посмотрел, вы фотографии принесли, это вот тоже поностальгировать, вспомнить молодость, да? Это вот 1959 год, сентябрь месяц, когда 79 человек поступило. На стадионе мы фотографировали. В Сворске, стадион, это на Хлебной площади. Ну, да. И вы, насколько я понимаю, в первом ряду, да? Я самый маленький. Самый маленький. Третий. Самый маленький. Нет, еще два человека было меньше меня. Все ясно. Нет, я побольше вроде был. Побольше был. Ну, вот у Игоря Владимировича более такая взрослая фотогера, более во взрослом возрасте. Ну, да. Здесь вот мои такие близкие друзья. К сожалению, не знаю ни их сегодняшней судьбы. Да. Здесь уже нам волосы разрешили. Потому что нас три года, наверное, нагло. Три года. Три года мы ходили стриженные наголо. Наголо. Да. Из медицинских соображений. Под Котовского, как говорили. Да, мы очень переживали эту тему, потому что уже стали на девушек тут как-то смотреть. А потом нам вот разрешили волосы, ну, стригли регулярно. Но было наказание. Если что-то проштрафился вот особо, то могли нагло стрижить. Это была очень жестокая такая суровая кара. Не помню. А это я помню. Точно. Значит, я стрижу. Вот, знаете, вот если говорить, вот вторая половина 50-х, как раз вот вы попали, насколько мне известно, было решено еще больше внимания уделять военно-профессиональной направленности, особое внимание к французскому языку. Я уж не знаю, почему такое особое внимание к французскому языку, но я зачитаю. В соответствии с приказами Министерства обороны СССР об улучшении изучения французского языка количество учебных часов увеличилось до 8-9 в неделю. И в связи с этим всем суворовцам был увеличен срок обучения на один год. Поэтому вот в 57-м году даже экзаменов на эти стат зрелости не проводилось. Вот отсюда, наверное, у вас и любовь к французскому языку. Ну, так нельзя сказать. Или есть любовь только у одного? Нет, но вы понимаете, в чем дело. Вот любовь к французскому языку, ведь любовь к любому учебному предмету возникает она не на пустом месте. Ведь все это зависит от преподавателя. Я считаю, преподавателя. У нас великолепные были педагоги. У нас были великолепные педагоги. У меня монастырская. У меня тоже самый Валентин Давыдович. У меня монастырская. Мы знаем недавно ушедшего из жизни жена. Я ее называю главной женой Петра Львовича монастырского, ну, в главном смысле, вот первая. Да, художественная руководитель, конечно, это драма, да. Да, мы, конечно, она блестящая была и педагога. Мы до последнего буквально дня поддерживали с ней добрые отношения, вот, когда она уже и старенькая была и работала, вот, почти до последнего в третьей гимназии. Там многие, кстати, третья гимназия, ведь 26-й школа, спецшкола возникла фактически, вот, когда наше училище закончило. И сразу преподаватели, которые преподавали... Все преподаватели ушли либо в пединститут, вот, потом их многих встретили. Валентина Ильинична, Гаранина. И, кстати, многие вот суворовцы, кто не пошел по тем или или иным причинам, по военной карьере, многие стали, связывали свою судьбу с иностранными языками в разных качествах. Ну, вот так получилось, что и мы с Владимиром Петровичем, а в Куйбышеве была чуть ли не целая группа из суворовцев. Одно время там были... Поступало очень много. Очень много, да. В течение двух лет поступило на французское отделение не менее десяти человек. До такой степени хорошо вам преподавали. Это 65-й год, 66-й год. А я на переводческий пошел и там встретил, если не куйбышевских суворовцев, то других... Вообще судьба, как интересно, вот, посмотрите, вот, сюрприз преподнесла. Однокашники, раскиданные, казалось бы, жизнью, да, все равно вы встретились, потому что у вас богатая биография, и поездили, и по стране, и по миру. Вот. Тем не менее встретились в одном вузе. Ну, наверное, судьба такая. Судьба, да. Судьба. Я и закончил куйбышевский педоинститут. Да, Владимир Петрович, куйбышевский, я Горьковский институт иностранных языков. Ну, вообще у нас существует такое братство, причем неважно, выпускник какого там, но если вдруг узнается, или вдруг, или не вдруг, что ты суворовец, то тут у нас любая, так сказать, форма поддержки, помощи... Как ты рассказывал, в Париже. В Париже я, да, в бюро аэрофлота возглавлял наш суворовец. Вот. И у меня какие-то проблемы возникли, и тут в разговоре выяснилось, то ли лицо знакомое, то ли еще... Ну, он постарше меня. Там вообще, на Елисейских полях, представляете, офис аэрофлота, там все замерло, так сказать, он мной занимался. Какие гостиницы, Игорь? Вот у нас гостиница аэрофлота, бесплатно, там, в 16-м округе, в самом Фишинэбле. Вот оно братство-то где. Да, да, да. Или на сборах на военных, когда вот если узнаешь, что ты суворовец, когда призывают, ну, как офицера запаса, то, конечно, отношения. Отношения бы совсем другие, а так это суворовцы. Вообще, в этом году, на следующий год, вернее, в 14-м году, значит, исполняется 70 лет суворовскому училищу. Я так понимаю, что... Куйбышевскому, суворовскому, суворовскому, да. Наше замечательное здание, оно, правда, сегодня в таком плачевном виде, не знаю, к юбилею. Но мемориальная доска. Мемориальная доска есть. Это бывшее реальное училище. Вячеславу Филатову. Да, да, да. Наш товарищ тут выпускник пожертвовал. Торжества, я думаю, еще грядут. Конечно. Еще грядут. Вот, а если вспоминать сегодняшний парад, вот телезрители просто не знают. Игорь Владимирович в кулуарах тут тоже вспоминал другой парад своей молодости. А у меня такая была трагическая, трагикомическая, может быть, история, ну, с таким позитивным финалом. У меня развязнали шнурки во время прохождения коробки перед трибуной. И шнурки были длинные, там особые были ботинки такие, с крючками сегодня таких не носят. Может, только горнолыжники вот. И то вряд ли сейчас все на этих, на липучках. На автомате. Да, на автомате. И вот у меня развязались шнурки. Это был весенний парад. Я помню, когда прошли мимо трибуны, весь мундир у меня был мокрый, потому что я шел в середине коробки. Ну, не обязательно в самом центре. Ну, где-то... Волновались жутко. И вот если бы кто-то наступил на эти шнурки, то бы вся коробка бы рухнула. А вы представляете, какой-то парад бы запомнился. Срухнулся. А я бы как запомнился, как гирострад, наверное. И чем бы это грозило потом? Я даже не знаю, сколько бы нарядов в ее очереди. А могло быть и хуже. А могло быть и хуже. В каком настроении начальник учился? И вот это воспоминание, конечно, вот с парадом, много с парадом всяких воспоминаний. Мы ведь наизусть вот каждую трещинку на этом театре оперы и балета, ну, до ремонта и сейчас. Пока проходили, потому что... Мы стояли, мы не столько пока стояли вот на этих тренировках, стояли часами, пока проходили старшие товарищи, там, солдаты, офицерский батальон, или вот эта команда с миром, глазами шаришь по этому театру. Шевелиться нельзя. Шевелиться только глазами. Только глазами. И вот... Ну, много чего. Я рад, что вы окунулись вот в эти замечательные воспоминания детства. У меня подсказывает, к сожалению, время наше подошло к концу. Вам могу пожелать только здоровья. Напоминаю, на следующий год Суворовскому, Куйбышевскому училищу исполняется 70 лет. Я понимаю, что будут еще, грядут торжества. Спасибо вам большое. Я напоминаю, это была программа «О чем говорят?» Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам еще раз. Вам спасибо. Вам спасибо. Спасибо.